В ночь на 1 февраля на востоке столицы произошло ДТП, унесшее жизни двоих человек. На улице Стромынка автомобиль Шкода врезался в самосвал Чакман. Водитель Шкоды на высокой скорости двигался по улице Стромынка в направлении области. На пересечении селом Бабаевской улицей он на полном ходу врезался в ранее остановившийся из-за неисправности самосвал. От мощного удара кузов легкового автомобиля серьезно деформировался. В салоне автомобиля оказались зажатыми водители и его пассажир. К месту происшествия прибыл пожарный расчет, спасатели, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. При помощи гидравлического инструмента спасателям удалось деблокировать водителя и пассажира легкового автомобиля. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Предварительно ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима водителям Шкоды. Окончательные причины аварии будут установлены в ходе расследования. Видео предоставлено YouTube каналом Московские спасатели. На юге столицы Hyundai Solaris врезался в столб. Автомобиль Hyundai двигался по сумскому проезду и при повороте на улицу Кировоградская в него въехал автомобиль BMW, который двигался во встречном направлении по улице Кировоградская в сторону центра. После столкновения автомобиль Hyundai отбросило на тротуар, где он совершил столкновение с фонарным столбом. Пострадавших в ДТП нет, виновника аварии выявят сотрудники ГИБДД. 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 Впоследствии ДТП на Новорязанском шоссе. Водитель внедорожника Митсубиси врезался в мусоровоз МАЗ, который в свою очередь по касательной задел автомобиль Тойота в соседнем ряду. От полученных травм водитель Митсубиси скончался на месте происшествия. Утром 2 февраля на западе столицы произошло смертельное ДТП. На Кутузовском проспекте в районе парка Победы столкнулись пять автомобилей. Водитель автомашины Форд Фокус такси вылетел на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Тойота Камри. От мощного удара автомобили закрутило на трассе, где в них врезалось еще несколько автомобилей по касательной, включая автомобиль полиции. В результате ДТП водитель такси от полученных травм скончался. Еще два человека госпитализированы. Движение в сторону центра осложнено. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ДПС. ДТП водитель в сторону центра осложнено. ДТП водитель в сторону центра осложнено. Одной из наиболее аварийных столичных трасс по праву можно называть Кутузовский проспект. Как правило, ДТП происходящие на этой трассе почти всегда с пострадавшими и погибшими. Нередко такому количеству крупных аварий способствует сама характерность трассы. От улицы Новый Арбат организовано бесветофорное движение транспорта вплоть до начала Можайского шоссе. Также при этом отсутствуют отбойники ввиду того, что трасса имеет правительственный статус. На неоднократные обращения профильных организаций Департамента транспорта по установке барьеров от ФСО поступают ответы следующего содержания. Установка барьера создаст условия, порождающие угрозу объектам государственной охраны, а также при проведении охранных мероприятий на трассе проезда. Широкая дорога без светофоров на протяжении нескольких километров провоцирует автомобилистов на нарушение прежде всего скоростного режима. Нередко здесь, особенно в ночные часы можно встретить автомобилистов-любителей поиграть на дороге в так называемые шашки. Все это в купе приводит к крупным авариям, которые нередко заканчиваются серьезными последствиями. По статистике происходящих ДТП на Кутузовском проспекте наблюдается определенная тенденция, что крупные аварии происходят как правило, в одних и тех же местах. Так, на участке Кутузовского проспекта при движении в сторону области наиболее аварийным местом считается участок в районе домов номер 24-26, а также на прямом участке проспекта в районе дома номер 59 недалеко от станции метро Славянский бульвар. Местные жители, живущие тут не по одному десятку лет, объясняют подобную аварийность мистическим фактором. Дело в том, что ранее в районе домов 24-26 было расположено кладбище, которое находилось в непосредственной близости от нынешней трассы. Жители не исключают, что в подобных случаях такое энергетическое соседство несет в себе угрозу для тех, кто так или иначе проезжает поблизости. Однако эти доводы доподлинно неизвестны и поэтому на сегодняшний день наиболее распространенной причиной столь тяжелых аварий на данном проспекте является банальное нарушение скоростного режима автомобилистами, что в конечном итоге и приводит к столь печальным последствиям. ДТП на западе Москвы. На Кременчугской улице водитель Киарио такси столкнулся с Митсубиси. В свою очередь Митсубиси развернула вокруг своей оси и отбросила в сторону. Пострадавших нет. ДТП на трассе М9 Балтия на Варижское шоссе. Столкнулись автомобиль Рено и КамАЗ с полуприцепом. Водитель Рено двигался в направлении Шаховского и на полной скорости врезался в прицеп, выезжавший со второстепенной дороги фуры на базе грузовика КамАЗ. В результате столкновения кузов легковушки превратился в груду искореженного железа. От полученных травм два человека, водители пассажир Рено погибли. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Учария «Полюс Холода». Месяц пути и более 5000 километров арктического бездорожья. Еще ни одному российскому и иностранному экипажу не удавалось преодолеть этот маршрут на машинах. Точнее, пока не удавалось. Установите новый мировой рекорд вместе с нами. Слушайте нашу программу «Полюс Холода» 1328 и 1928 на радио родных дорог. Пожар произошел в административном здании на северо-востоке столицы, сообщил агентству городских новостей «Москва-источник» в экстренных службах. В детском центре на улицу Полярная, дом 54А, произошло возгорание. Идет полная эвакуация, сказал собеседник агентства. Согласно информации из открытых источников, на улицу Полярная, дом 54А, расположен центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда». Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Рубрика регионы. Красноярск. Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3500 квадратных метров, обрушилась кровля. Во время тушения пропали три пожарных, сообщает МЧС. Позднее в ходе разбора завалов, потерявшиеся пожарные были найдены погибшими. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с третьего этажа были спасены пять человек. Спасенных осматривают медики. С четвертого и пятого этажей выведены восемь человек, сказали в ведомстве. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В аварии прибыли сотрудники ГИБДД, экипаж СОДД, а также грузовой эвакуатор. Опрокинувшийся грузовик был отбуксирован в карман безопасности. На время проведения эвакуационных работ съезд с внутреннего кольца МКАД в сторону области был перекрыт. Пятого февраля в квартире на юго-востоке Москвы произошел взрыв. Инцидент произошел в районе Печатники на улице Полбина, дому 42. После взрыва произошел сильный пожар в квартире на девятом этаже в двухкомнатной квартире. На месте ЧП работают пожарные, несколько бригад скорой помощи. ГАЗОВАЯ СЛУЖБА Кир Katawa ЧП работают еще и Illustral Продолжение следует... В ТИНАО на вертолетной площадке Щапова прошла показательная тренировка воздушных спасателей Московского авиационного центра с участием нового пожарного вертолета К-32А11ВС. В преддверии дня работника гражданской авиации России специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, СПАСА, Московского авиационного центра продемонстрировали десантирование беспарашютным способом по лебедке и подъем на борт воздушного судна пострадавшего с помощью вертолетных носилок и спасательной косынки. В центре Москвы произошло ДТП. На улице Большая Якиманка столкнулись Киа Оптима службы такси и Киа Рио. Водитель автомобиля Киа Рио совершал поворот в сторону второго хвостого переулка. В этот момент в него врезался автомобиль такси. После удара такси выбросило на тротуар у дома 27 по Большой Якиманке. По счастливой случайности на пути такси не оказалось пешеходов. Из участников ДТП также никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства ДТП. В центре Москвы на Большой Якиманке произошло ДТП с участием такси. Столкнулись Хонда Цивик и Киа Рио службы такси. Женщина-водитель Хонды поворачивала в Бродников переулок. В этот момент в ее автомобиль врезался таксист, двигавшийся в соседнем ряду прямо. Автомобили столкнулись бортами. Никто серьезно не пострадал. На место прибыл инспектор ГИБДД для оформления происшествия. ДТП. ГИБДД. 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 Продолжение следует...